Девушки отдыхают Семиклассник спас товарища, вытянул ребенка из ледяной воды. Еще несколько секунд, и 9-летнего мальчика могло затянуть сильное течение. Но спаситель не испугался и отработал все по правилам. Я сначала на коленях, а потом уже лег. Когда он уже встал на ноги, под нами начал лед трескаться, ну и мы убежали оттуда. Маленькому герою вручили грамоту и смартфон. Вручили награду и шестикласснику из Кабанского района. Роман Барышников спас тонущего 7-летнего мальчика. Юный герой рыбачил на мосту. Он заметил, как среди купающихся детей один начал тонуть. Полошил удочку и прыгнул за ним. Заплыл под него и вытолкнул его на берег. А роман у меня пришел, он даже слова ничего не рассказал. А напарница мне по работе говорит, что у тебя роман-то герой. Какой герой? Мне потом вот это все рассказали. Роман удостоен медали за проявленное мужество. Такую же медаль получил и Константин Калинин. 12-летний мальчик защитил дедушку от буйных соседей. Пьяная компания вымогала деньги у пожилого человека. На замечание школьника четверо взрослых избили его. Итог. Костя получил травму головы и переломы. Ну, я думаю, что многие люди бы на моем месте были бы, поступили бы так же. Для него это медаль, помимо его моральных принципов, это медаль ему еще такая, как поддержка и напутствие на длинную счастливую дальнейшую жизнь. Дело в отношении виновников передано в суд. Приговор еще не вынесен. О поступке Алексея Найданова узнала вся страна. Мужчина с женой усыновил шесть детей родного брата. Самые младшие два года, старшей дочери 15 лет. Родители погибли в автомобильной катастрофе. Мне уже с утра звонят, говорят, что он только погиб. Извините. Надо семью держать, ну, в целости. Я думаю, это будет самое правильное. Нормально все будет. Я найду все силы. Еще одни герои – семья Роднаевых. Супруги воспитывают 20 детей. У нас по двое от первых браков, четверо совместных. Троих мы у сестры забрали, все мы забрали у брата. В прошлом году сыновьями у нас учился их одноклассник. У него умер в 19-м году папа. И он пришел к нам. Так осталось у нас. Держит свое хозяйство, огород и в районе поля картошки. Дома график дежурства. Главное правило – помогать друг другу. Я мальчишка небольшой, но с огуром на душу. Я мальчишку люблю и фитнески подаю. Привет! А вот еще один уникальный пример. 95-летний ветеран войны сдал комплекс ГТО. Иван Михайлович выполнил упражнение на золотой значок. Дистанцию в 2 километра ветеран преодолел за 18 минут 53 секунды. Это на 7 секунд лучше золотого норматива. Отжался 14 раз, хотя нужно всего 8. Молодежь не курить, значит, двигаться, стараться, значит, заниматься культурой и спортом. Желательно, конечно, регулярно это заниматься. Идут по стопам, занимают призовые места и школьники Бурятии. На Всероссийском чемпионате WorldSkills молодые профессионалы стали обладателями серебряных медалей в компетенциях авиатехника и системное администрирование. А ученики 8-й школы стали победителями Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Алабино. Там, где на танковом биатлоне наш земляк Виктор Хишектуев в составе сборной победил на чемпионате мира. Россия в финале обошла Китай и Казахстан. Мы победили! А еще для девушки с травмой позвоночника. За три дня жители собрали миллион рублей. Деньги ушли на инвалидную коляску. Получилось столько слов поддержки, столько позитивных эмоций и пожеланий. Хочется всем сказать спасибо за вот этот мощный отклик и поддержку, помощь. Помогли и новорожденной Одессе, той самой девочке, которой ради жизни необходимо было 160 миллионов рублей. Неравнодушные в соцсетях собрали почти треть суммы, а сбор закрыл предприниматель и меценат. Мы даже не рассчитывали, что сбор настолько быстро закроется. Мы уже были в отчаянии от того, что сборы упали у нас и мы не знали, как их оживить, так сказать. И долго не могли прийти в себя после такой новости. После дорогого укола Одесса сказала свое первое слово, стала поднимать голову и делает первые повороты. Эта история еще раз доказывает, что только там, где не проходит мимо, выживает добро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова